Я подумал, господи, день друзей, день друзей, что же такое? У меня друзья есть, враги тоже, наверное, есть, я их не встречал еще. Есть другие, нет других. Я подумал, что говорить, я вспомнил, что нет больше любви, если кто положит душу свою там за друга свою, за ближнюю свою, да? Это как бы классно. А вот кто готов умереть за соседа? Если это не твоя жена, не твой муж, и не твои дети, я вот... Знаете, мы соседа готовы убить, чтобы он не мешал мне, а умереть за него, ну извините. Как измеряется, знаете, уровень любви? Насколько Любу, Люба или не Люба мне, что ему готов? Когда звонит, и ты думаешь, о, опять звонит друг. А надо отвечать, он же друг, да? Ну, алло, да? Это называется жертва общительности. Когда у вас есть такие номера телефонов, когда они звонят, и думаешь, о, окей, надо ответить. Или только у меня такие бывают номера телефонов. А потом еще, что не берешь трубку? Извини, бежал из туалета, только добежал. Дружба подразумевает, что мы что-то отдаем. Вообще, в наш век индивидуализмом, когда все, каждый сам за себя, каждый строит свое место, вот это состояние, что мы одно сообщество, что мы, ну знаете, как мы с тобой одной стаей, мы с тобой одна группа, знаете, вот большинство людей индивидуалисты. Многие церкви, когда собираются вместе, они собираются, чтобы покрасоваться друг перед другом. Ой, смотри, какая машина, смотри, как вот там все классно, да. О, слава Богу, о, халлилуйя, хорошо выглядишь. И такое ощущение, что все соревнуется, вот это, знаешь, соревновательность. Кто кому что покажет, кто как улыбнется, кто как духовник. Халлилуйя, о, слава, слава. Ну и так-то она духовно поет, халлилуйя. И многие, вот соревновательность. Недавно у меня произошел случай, ко мне прилетели пчелы, рой пчел. Налетели, в коробку залезли, и я быстренько купил улик, пересадил их, немножко опыта есть, здания есть, и я стал наблюдать за ними. За эти удивительные пчелы со здания. Вот Бог же их сотворил, аминь. Это единственные насекомые, которые нас кормят. Они дают нам мед, они дают прополис, они дают много воска, они много чего дают, но интересно их мышление. Знаете, они, вот если Бог их сотворил, Он же вложил в них вот эту мысль, что мы одна семья, мы одного помазания. У них есть маточка, как они определяют друг друга? Маточка источает запах, такие феромончики, и они все пропитаны ее запахом, и они нюхают, о, наша! А это, о, это какая-то религиозница, не наша, не наша. А это, о, наша, халлилуйя! Идет, сияет, светится, о, наша сестра! А это как-то, знаешь, там, о, все плохо, все трудно, о, ну, да, как бы тоже пчела, но из другого улика. У них всегда все плохо. Вы замечали когда-нибудь такое, да? Почему очень важно? Пчелы, они, когда собрались вместе, они защищаются, если угроза! Если что-то случается, они не друг друга выкидывают, иди разберись с проблемой! Каждая пчела, видя угрозу, летит и готова пожертвовать жизнью. Когда они защищают, они понимают, что она сейчас умрет, когда она защищает свой дом. Она защищает свой дом, она защищает свою семью. Я когда смотрю иногда на пчел, наблюдаю, как они работают, друг другу помогают. Вот знаете, есть еще мухи. Вот мухи, они вообще удивительные создания. Они всегда ищут какую-нибудь, как это по-русски сказать, плохую штучку, вонючую. Вот. Они находят ее, они собираются тоже группировкой, и они сидят, и знаете, что они делают? Они жуют ее. Они, мухи, пережевывают вот нечистоту. Им грязь нужна, им нужна какая-нибудь грязь. И они, алло, алло, Галя, Галя, я такое узнала, что... Ой, сейчас, давай вместе пожуем. И нам прилетели, жуют. И они все собираются, жуют, жуют, пережевывают. Ой, ну да, жуют. Знаете, вот пчелы, они совершенно, если пчела видит нечистоту, она... Она что ищет? Она ищет красоту, цветы. Знаете, вот мухи, когда яйца свои наложили, они сдохли, и им плевать на их детей. И пчелы, каждую личиночку, они заботятся. Они ее кормят, там в сотике она сидит, они все туда пчелиное молочко к ней дают, чтобы ее покормить. Давай, доченька, расти, расти. Когда пчела рождается, у нее есть судьба. Она будет или это делать, или это. Когда они молодые пчелы, они все обогревают, у них много энергии, они обогревают молоденьких, которые еще там сидят. Когда они научились летать, они вылетают, начинают идти. Когда они застарились, они воду носят, они уже не могут далеко летать, но они собирают воду и приносят в рой. Знаешь, у каждой пчелы есть свое предназначение. Знаете, там нету бездельников, только есть трутни, которых выкидывают. Знаете, вот есть ли в церкви трутни? Бывает, да? Хочется выкинуть из церкви, но они их держат до времени, ждут, 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 а перед зимой говорят, нет, братан, ты что-то совсем плохо. Семья защищает. Вот что такое настоящая дружба. Мы вместе, если угроза, мы вместе защищаем. Если кто-то говорит гадости, я не буду жевать навоз. Если кто-то мне говорит, а, о моем друге гадости, я говорю, как смеешь ты? Как смеешь ты? Ну, у него же там вот эти проблемы. Он Божий человек. И на нем благословение, печать Божия. Сила церкви, сила в единстве. Когда мы стоим не друг против друга, доказывая друг другу что-то, а когда мы вместе держимся друг за друга. Скажите аминь на это. Наша сила, когда мы понимаем, что у нас нет других, мы вот какие мы есть, такие, так нас Господь соединил, кривой, косой там, я не знаю, лысый или усатый, с красивыми усами или без усы и какой-нибудь. Не имеет значения. Нас Он собрал вместе. Мы одно тело, одна церковь, одно учение. Мы друг за другом. Мы не боремся друг с другом. Бог не собрал. Это в других там церквях они борются друг с другом. У них проходят дратские советы. Они разбирают. Мы не хотим бороться. Мы защищаем друг друга. Мы сражаемся, молимся. Если кому-то плохо, мы не утопим его. Они говорят, ааа, вот так ты. Мы поднимаем. Давай, давай, ты сможешь. Мы помолимся тебя. Мы поднимем. Ты нужен, ты не потерян. И даже если ты левый, косой, кривой, добро пожаловать. Исправим, заправим, если ты левый, вправо тебя. Если кривой, выкривим. Мы семья. Скажите аминь, а? Вы извините, я из Азии, мне нужно, я слеповат, мне нужно слышать. Аминь? Аминь. Спасибо, драгоценные. Когда дружба, знаете, я услышал, что вы там подали на здание. И однажды мне пастор Лестер Самбелл сказал, Максим, церковь, в которой нет здания, это пол церкви. Это как рой на перелете. Каждой семье нужен дом, место обитания, где мы будем защищены, где будет наше место, где нам не нужно будет, не нужно будет верить, что нас сохранят здесь на следующий год и не выгонят через год или через два. И не нужно думать, что вдруг продадут это здание, кто-то другой придет, и другой хозяин начнет по-другому рулить. У нас однажды была ситуация, мы арендовали большой зал, и вдруг новый хозяин пришел, и он поднял аренду не в два, не в три раза, в тридцать раз. Он тридцать раз поднял аренду. И говорит, ну что, ребята? И мы начали собирать, мы начали, как фараон, начал над нами давлеть. Ну, давайте. А потом через месяц пришел, говорит, я еще хочу повысить вам аренду. И в этот момент я вдруг понял, как важно у каждого, у каждой семьи есть свое место, свой дом, церковь без дома. Я не знаю, получите вы это место. Если вы получите, это Бог вам его приготовил. Если вы это место не получите, значит, Бог для вас лучше приготовил. Я знаю по-любому. Если вы получите, я скажу, жив Господь. Если не получите, я скажу, слава Богу, Он приготовил нечто лучшее. Потому что ему виднее, какое нам место, где нам обитать. В любом случае вы победители. Если вы выиграете, вы победители. Не выиграете, значит что-то будет гораздо лучше, гораздо интереснее. Как Бог награждает? Вы знаете, Бог награждает за посвящение. Ему важно, что такое верность, вера. Верность это когда ты посвящен, когда ты лоялен, когда ты постоянен. И у меня вот был случай, я летал на КЛМ, Аэрофлот, Дельта, вот это Sky Team называется. И они группировка вот такая, они летают вместе. И я с ними летал. И когда мне они дали карточку лояльного человека, который там летает. И я летал, летал. Потом я летал много по телевидению, у меня спутниковое телевидение. И я много летал по всему миру. И у меня стало выходить, что я доходил до платинового уровня. И каждый год нужно было 70 тысяч миль налетать, чтобы платиновый уровень. И мне год, два, три, пять. И у меня платиновый уровень продолжался. И вдруг, и каждый год нужно было налетать 70 тысяч миль, чтобы тебе платиновый уровень был. А платиновый там много преференций, там знаете, бонусов. там тебя первым самолет сажает, тебе там в комнату VIP бесплатно, и много-много-много плюсов. И вот я летаю-летаю, и спустя некоторое время ко мне приходит вдруг письмо из этой компании, это Air France KLM, и приходит карточка, и они говорят, уважаемый Максим Максимов, мы благодарны вам за вашу лояльность. И наша компания приняла решение дать вам специальную карточку за вашу лояльность. Вы 10 лет были с нами платиновым, поэтому мы вам даем карточку пожизненную, до конца жизни. Пока вы живы, называется, срок истечения называется for the life. Пока вы живы, вам не нужно теперь налетывать 70 тысяч, просто вы были верны, получите вашу награду. Мой сын, его тоже зовут Максим Максимов, сказал, папа, это победа. Вы знаете, если кто не верит, потом подойдите, посмотрите. Это просто по жизни, это и Дельта, и Аэрофлот, вот эти все вместе, которые входят в это. И я теперь, когда прихожу, всегда захожу через специальный этот самый вход. Только по одной причине. Я был посвящен, я был лоялен, я был верным. И в конечном итоге возникает вот это состояние. Однажды один психологи сказали такую вещь, говорят, если муж с женой прожили вместе больше 20 лет в любви, то через 20 лет у них при виде друг друга начинает вырабатываться гормон счастья, как у наркоманов. На полном серьезе. Я когда прочитал, подумал, что? Если они 20 лет жили не как, знаешь, собачка и кошечка, а не гавкались всю жизнь. А если они душа в душу жили, ну то есть мирно, вот так, да-да-да. Через 20 лет у них вырабатывается, как у наркомана, вот это счастье. То есть я когда на жену смотрю на сцене, это как мой наркотик. У меня радость. И вот это такое же состояние радости, такое, вау, такое умиротворение. И я вдруг понял, это тоже награда за лояльность. Вот если ты посвящен, лоялен, Бог-то говорит, хорошо, а тебе сейчас еще большая доза радости. Хоп, с тебя, жену увидел. Да ты что, я хожу там просто счастливый. Мне говорят, что ты улыбишься все время? Да у меня наркотик рядом всегда. Она благословляет меня. От отношений с Богом. Точно так же мы переживаем радость. Бог дает сверхблагодать. Если ты посвящен, если ты живешь с Ним, Он говорит, ага, ты пришел к Господнюю, бумс на тебя благодать. Бумс незаслуженный подарок. Бог благословения. Ну ты говоришь, да за что, Господь, я же вроде ничего не сделал. А просто так, за то, что даже спросил, на тебе еще благословение. Да, бывают трудности. Да, мы переживаем трудности. Но когда у нас есть источник счастья, радости, не смотрите на проблемы. Проблем всегда валом. Проблема это не проблема. Проблема в том, что у нас нет вот этого эндерфина радости. Что такое источники? Я хочу сегодня мою тему повернуть в сторону источников. И как бы я даже назвал эту тему источники жизни. В Библии очень много про это говорится, про источники. Я посмотрел в английской Библии, там они то колодец называют, то и ручеек, то еще что-то. А в русской просто источник. Мне так понравилось, в русской будет источник. Все. Помните, как незаконные источники доходов там еще? Источник. Что такое источник? Каждому человеку нужен источник. Давайте вместе скажем источник. Три-четыре. Что такое источник? Это штука, откуда мы пьем, это вода, во-первых, да? Источники бывают разные. Например, финансовые источники. Помните, когда, проходя долиною плача, они плачут до утра. Проходя долину плача, они открывают источники. И что там еще их кроет? Ну что еще сверху? Дождь чего? Проклятий. Благословение. В долине плача, в Библии написано, проходя вот это долиною плача, они не стоят, не строятся, нет, ни в коем случае, пожалуйста, сабдивижены не выкупайте. Проходя долину плача, они открывают источники. Библия говорит, вот эти нормальные ребята, то есть вот вы, проходите долину плача, вместо того, чтобы рыдать, ныть, возмущаться, пугаться, страшиться, они открывают источники. И дождь благословения покрывает. Я посмотрел через всю Библию, знаете, притча 4 глава. Здесь написано так, притча 4 глава, 23 стих. Если кто-то сможет, наверное, не сможет, притча 4, 23. Больше всего хранимого храни, чего? Сердце свое. Потому что, что? Почему нужно хранить сердце? Потому что в сердце находятся источники. Многие люди не предают этому значения. Ну да, как красиво, фраза такая, философская. Храни сердце твое, там источники. Нет. В Библии очень четко, и к тому же Соломон, не глупый мужик, очень четко говорит, ребята, у вас, вы все ищете источники. Кто недавно в Америку приехал? Кто недавно? Вот свеженькие, только приехали в Америку, да? Есть некоторые, да? Вы знаете, что вы сейчас ищете? Вы ищете источники. Вам все говорят, о, туда не ходи, туда ходи, здесь не бери, здесь покупай, здесь не покупай. И все вам рассказывают, где покупать, где что делать, где куда идти. И вы такие, куда, да? Где работать? Откуда деньги брать? Да, все. И говорят, вот туда ходи, здесь работай, о, занимайся вот этим. И тебя, тебе проблема, ты ищешь источник, тебе нужно закрепиться, тебе нужно где-то, где-то свой колодец найти. Библия говорит, конечно, есть снаружи источники, но Писание говорит, твой настоящий источник находится внутри тебя. Когда ты встречаешься с человеком, у которого источники снаружи, он пугается, чтобы только не потерять, только бы не уволили, только бы не сократили, только бы оставили, только бы цены не упали, только бы цены не поднялись, только бы, а, Господи, помоги. Кто-то построил 10 домов, молится, чтобы не рухнул рынок. Господи, благослови, благослови, благослови. А кто уже продал 10 домов, говорит, пусть рухнет, пусть рухнет, пусть рухнет. Подешевленный куплю. И знаете, все оберегают источник мой. Когда внутри тебя ты обнаруживаешь источник, этот источник течет. Иисус говорит с блудницей. Он говорит, если будешь пить воду мою, то из чрева твоего ученого потекут реки воды. Помните? Ну аминь, скажите, вы что, я не знаю. Или вы задумались, или вы перепугались, мне даже страшно становится. Там у тебя, если попьешь мою воду, да, не будешь жаждать реки воды живой. Окей. Это опять изнутри источник. Когда мы смотрим на источники, есть источники, например, наша церковь, это тоже источник. Друзья, это тоже источник. У нас, скажем, в Сан-Диего очень много беженцев из Средней Азии, из Украины, из России. И они приезжают, и мы всех принимаем. Добро пожаловать, добро пожаловать. У нас нету таких, значит, 25-летних со стажем американцев, которые, а только все новенькие, все друг другу помогают. И все, знаете, я говорю, первое, отключи скайп, я умоляю тебя. Потому что они сидят здесь, вроде, а бегут вечером домой и включают свой скайп, и друзья их там, ой, привет. И они сидят в этом скайпе, я бы запретил, когда человек приезжает в другую страну жить, скайп запрещаю. Почему? Потому что у него там друзья, ой, там тетя Люда звала. Тебя здесь нужно искать тетю Галю. Какая тетя Люда? У меня там друзья. Друзья, мне не нужно, если я приехал, мне нужно открывать источники. Но многие там питаются оттуда. И знаете, проходит время, и говорят, мы, наверное, уедем обратно. А почему? Ну, там все наши друзья. А почему вы здесь? Ну, друзья, как бы, ну, нас как-то особо не приняли. Мы в скайпе просидели все время. Источники в церкви. Я прихожу, я в Божий дом прихожу. Ну, знаешь, здесь как-то любви маловато. Серьезно, любви мало. И именно по этой причине Господь тебя сюда поместил. Ты заходишь в здание, открываешь колодец, вес-то у тебя 100 килограмм. Источник любви начинает через себя течь. Что ты носишься? На каждого смотришь. Где источник моей любви? Дайте мне водички попить любви. Нет, ты любовь, ты люби, благословляй. Я не чувствую защищенность здесь. Защищай всех. Многие ищут, вот в церкви мне нужно, чтобы я был источник помазания. Вот, тебя Господь именно для этой причины сюда поселил. Чтобы ты стал тем краном, из которого сверху написано помазание. Так открутил, так помазание потекло. Что во время прославления смотришь? Я когда смотрю в зал, и когда люди во время прославления держатся на спинку кресла и смотрят на сцену, думаю, что они разглядывают там? Они ищут прическу или что-то, или неправильный аккорд. Что ищут? Глаза закрой, ты Господу, Боженьке молишься? Ты Боженьку прославляешь, это Бог, Он здесь. Попой Ему, Ему попой. Когда идет молитва, знаете, когда идет молитва, так... Я представляю, как Господь говорит, а что он сейчас прошептал? Ангел говорит, шифровальщики работают, еще не поняли, что он сказал. Похоже, он просто рот открывал. Чтобы пастор не подумал, что он просто стоит. Но это же молитва. Ну ты раз в неделю собрались, вот на два часа, раз в неделю, один раз в неделю собрались. Песенка сколько это? 25-30 минут, да? 30 минут, 30 минут. 30 минут. Это просто 30 минут закрыть глаза, увидеть Иисуса, руки поднять, сказать, Боже, слава тебе, аллелюя. Ну ты ему же поешь, не им поешь. Они же не стоят, не так, он на гитаре стоит, так, да, что-то плохо поет, да, 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 что-то... Руки, где же ручки, где же ваши ручки? Вы же не ему машете? Да, да, давай, давай. Борода большая. Вы же, ну мы же стоим, когда вот, ну молитва идет. Что же, что же вы молчите-то? Мы же, ну как бы, вот источник, когда ты накопаешь источник, оттуда оно пойдет, тебе самому хочется прославлять Бога, говорить благословение. Когда не раскопан источник, ты стоишь, говоришь, ну что-то источник не раскопался, лопатку копай, 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 молитвенно копай, копай, раскопаешь, честно слово пойдет. А если здесь не пойдет, вот здесь копай, тогда вот здесь копай. Копай, и разработается, не работает, разработается. я помню когда мне гипс сняли я руку поднять уже все ручка вот так висеть будет давай я помню как меня прожектор ослепил у меня высохли глаза там в израиле и я пришел меня привезли больницу я думал все ослеп и доктор что говорит открыть глаза я такой жалкий был я же не могу а я рукой потянул чтобы открыть я не мог просто открыть глаза нет открывай глаза и она знаешь в израиле на меня кричит я хочу вы на меня кричите я же раненый она говорит мне плевать открыл глаза я думаю наш советская школа наша и знаете что открыл открыл она все стоило так я буду капать никаких рок и вы знаете и и разработался источник рука движется класса как видит и когда когда ты включаешься это это источник не нужно раскапывать источников так много источников нам нужны финансовые источники у некоторых духовных источников балом финансовых 0 у других финансовых много духовности бетон семейная семья это тоже источник если в семье постоянно напряженка сестра дорогая если ты постоянно керосин разливаешь по дому и муж заходит дом и ты говоришь отгадай что сейчас будет и спичку зажигаешь я говорю в духовном плане ты устраиваешь ртутную химическую атаку и подливаешь ему в суп кислоты серной и думаешь он так будет булькает он горяченький ешь ешь милый не рассчитывай что твой дом станет источником мы однажды женой договорились как только женились что мы никогда не говорим с оттенком гнева она здесь много фаз когда вот есть сначала ты говоришь по предмету потом с оттенком гнева а потом уже переход когда ты уже начинаешь говорить не о том о чем говорили а ты такая а ты такой а ты вообще как твоя мама ты как твой отец а мы договорились как только с оттенком гнева насчет а я читаю так все разбежались по углам на часа полтора через полтора часа предмет разговора вообще потерял смысл оказывается все легко можно прожить аминь скажите источник если если вы создаете дом атмосферу напряженность это не источник что делали враги у меня столько мест писаний я просто враги когда филисимляне приходили орда заходят в израиль сражаются и что не первое делают засыпают источник камнями заваливают все на тебе и и все когда источник завален отравлен все ты вроде вернулся отвоевал а источника нет чтобы уничтожить город древние времена нужно было отравить источник отравил источник города нет больше всего хранимого храни сердце источники твои храни источники это твоя жизнь кому это твоя жизнь это твоя жизнь храни источники боже какие источники у меня есть церковь источник мои отношения с богом это источник моя работа это тоже источник а знаете я вот одно я все-таки прочитаю что-то такое послание не знаю пойму здесь или нет я буду очень мягко говорить взрослые поймут быстро притчи 5 глава 15 стих пей воду пей воду мама вы знаете у меня целая история была однажды мама какую-то там камген ватер какая-то щелочная ну знаете подсела на какую-то вот такую ерунду и этом объяснили кислотная щелочная какая-то вода и она мне в алмату звонит сынок сынок пей воду пей воду и она сам не объяснять и знаете я уважаю люблю маму я включил на громкую связь и сам сижу в компьютере работы что-то делают она мне объясняет пей воду пей воду пей воду пей воду я говорю мама мне уже 45 лет нам сколько было 47 лет я пью воду нет сынок я знаю ты мало пьешь как ты знаешь что здесь не было ты мало пьешь я чувствую что ты мало по телефону слышу мало пьешь пей воду короче она меня убеждает я позакончил все любезно говорю спасибо мочкой да я все иду уже к себе домой в спальню захожу подходит жена с кружкой воды и сказала пей воду мама сказала пей воду аминь не водку аминь аминь пей воду николу воду из твоего водоема как много девушек хорошую воду из твоего водоема что-то три мужика скале меня остальные оцепенели пасыру тебя два еще поддерживающих есть еще раз я проверю мужиков пей воду из твоего водоема текущего из твоего колодезя из твоего колодца пей воду мы часто ему знаете вот у соседей трава зеленье и колодец какой-то такой красивый из твоего колодца пей воду из твоего колодца нечего смотреть по сторонам пей воду дальше он говорит пусть не разливаются источники твои по улице потоки вод по площадям надо сберечь свою воду пусть они будут приезжать тебе одному не чужим с тобою источник твой да будет благословенно утешайся женою юности твоей она станет тебе ланью любезную не шакалом кусающимся ланью прекрасную серную не гремучий змеей прекрасную серную плюс йода упаять тебя во всякое время всякое время любое время женщины в любое время требуется любовью и и услаждайся постоянно на один скала меня что-то не понял это библия или это нельзя читать такой дача стесняется как вот эти такие вещи такие неудобно говорить постоянно это как постоянно это значит постоянно переводе с древнего еврейского постоянно знаешь постоянно всегда для чего тебе увлекаться посторонний обнимать бюст чужой перед ночами господа пути человеческие он измеряет все стези его и смотрит из какого источника ты пьешь каждого из нас есть источник ваши интимные отношения ваша близость это ваш источник многие даже не понимают но если ты ограничиваешь своего партнера в пользование источником ты нарушаешь величайший принцип ограничил ограничила человек остается с жаждой и он ее утолять будет где-то твой источник бог приготовил для тебя столько источников а где взять источники знаете я у меня я просто сейчас просто я вот так пройдусь библия говорит уста притчи 10 глава 11 их притчи 10 11 уста праведника источник жизни уста праведника приходишь к нечестивцы он тебя начинает ты это нечестивец зачем говорит они чистоте вот если человек любит говорить о чьей ты не чистоте то он чем вы молчите нечестивец уста праведника это источник жизни на здесь люди с которыми поговорил и жить хочется и они говорят у тебя все получится ты сможешь ты благословенный поговорю с другим хоть вешайся он такие тебе все трудно все плохо когда я приехал в америку но казались мы сбежали да и игру в америке не все так просто здесь так плохо здесь так трудно ты еще узнаешь как здесь плохо я стою думаю это богатейшая страна в мире которая производит больше всего успешных людей эта страна благословенная и мне кто здесь не все так просто вот увидишь вот увидишь я после общения с ним общаешься он говорит эта страна возможностей у тебя получится ты благословенный поговоришь с праведником он тебе покажет пути ты благословенный ты сможешь преодолеешь у тебя сын страны о бог его исправит бог направит его доверься богу у тебя проблемы господь благ он удержит мы не получили здание почему потому что бог приготовил лучшие знаете когда у нас сгорело здание одно у нас кампус был вот четыре здания и одно сгорело просто пожар случился и знаете из четырех зданий одно было не застрахованы отгадайте какой сгорело вот я не знаю почему и когда сгорело зданием и знаете вот когда ты приходишь вот это время все дымом пахнет и и ты приходишь церковь и знаете когда вот когда нужно объединиться и вдруг какая-то бабулька кто-то встань и согреши и начинает на тебя коситься даже сюда не смотри вместо того что сказать мы вместе а строим поставим сделаем лучше конечном итоге мы построили там шикарное здание потому что тот был деревянный советский ангар а мы построили шикарное здание я не мог его разрушить потому что рука не поднималась а бог его сжег дым а сел даже мусор вывозить особо не надо посмотрите бог использует все к лучшему уста праведника человек праведный он говорит благословение если кто-то говорит твою жизнь благословение нам нужно чтобы кто-то говорил благословение кто-то верил нас говорил ты сможешь у тебя получится ты преодолеешь все возможно верующему ты будешь знаете библия говорит обращаться как будто успешен ты будешь давать займы ты будешь благословлять ты будешь расширяться твои потомки будут благословенными ты увидишь славу божью в своем теле амин негативные люди но знаешь не все так просто я знаю у вас и все всегда просто у меня вообще просто когда мне кто-то говорит максим не переживай я говорю я переживу всех вас я не переживаю я переживу вы знаете другое место писания учение мудрого источник жизни притчи 1315 учение мудрого источник жизни страх господин притчи 1427 источник жизни разум для имеющих его не все имеют но те которые имеют это источник жизни это притчи 16 разума источник жизни думай 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 разум для имеющих писание говорит это источник жизни помните когда они пришли вышли из египта идут такие мы вышли из египта мы вышли приходят в меру а там вода горькая мы прокляты пить нечего паника истерика наш источник проклятый наш источник проклятый мы умрем моисей бог говорит моисей моисей возьми дерево брось в этот источник знаете это образ креста брось свой источник крест возьми это дерево на котором был распят и любой источник горький он превращается сладкий источник у нас одна девушка открыла агентство по авиабилетам открыл агентство и она арендовала один юнит в одном офисном рядом с большой гостиницей и она продавала билеты на все авиакомпании и на одну крупную люфганцу она продавала очень много билетов бизнес-класса там все постоянно у нее люди проходили в гостиницу богачи идут и всегда у нее останавливались и вдруг рядом выкупает 5 юнитов большая компания огромная компания люфганца выкупает из говорит все мы здесь будем делать наш бизнес и она понимает в нем мысль говорят все я на меня люфганца пропала ты теперь чек идет вот ее маленький там значит юнит и рядом люфганцы и все пойдут в люфганцу брать билеты и такая печаль такого ныне что же будет я говорю все будет хорошо господь поможет ты увидишь она говорит но это считай что конец игру не ты увидишь благословение божие и она потом не звонит кричит говорит ты поверить не можешь я бы что случилось это люфганца делала рекламу по всему городу приходите в наш офис люфганцы мы продаем авиабилеты и когда толпа людей идет они проходят мимо моего и заглядывать здесь продают на люфганцу он говорит да здесь и не только люфганца мы пройдем вам дешевле варианты да у меня количество клиентов увеличилось три раза они они думали что они сделали как бы выкинули меня из бизнеса не подняли мой бизнес вы понимаете иногда кажется что все мой источник отравлен иисус христос дерево бросаешь в этот источник он сам на вода становится слад не просто класса сладкой слад мой источник становится сладким приятным моя семья это источник сладкий жена мой наркотик слава богу эндорфины вырабатываются счастье максиму тяж тюрьму хотят посадить халилю я на кого из вас сейчас уголовное дело заведено 3 вернее уголовное дело и вам грозит действие тюрьмы а как вы думаете кто из вас нас более радостный реакция на проблемы если у тебя есть источник в боге всегда совершенно иная чем люди ожидают радость в господи у меня есть источники я открываю источники они открывают в ней источники псалом 83 блаженные живущие в доме твоем псалом 83 5 стих благословенно живущие в доме они непрестанно будут восхвалять тебя не только 30 минут воскресенья непрестанно будут восхвалять тебя блажен человек у которого силу тебе которого сердце пути направлены тебе когда он проходит долины плача открывает в ней источники и дождь благословений покрывает их и они приходят от силы в силу приходят на сион путина сион через долину плача долина плача это трудности я не строю дом уныние я открываю источники радости какой нужен не источник мне нужно много источников когда наши детки растут мы говорим давай давай для наших детей родители источники правда папа дай денег папа дай денег но когда твоему сыну уже 30 папа дай денег ты гришь какие деньги нет ничего иди добывай сам она все равно я помогаю открывать источники например хоть ходил по одной выставке и нашел сыну потом сейчас с людьми и нашел сыну контракт которому хорошо хорошо платят работа класса и он так радуется я помог ему открыть источник но это его источник и когда он пошел туда принес благословение такой классный я рады за него денег где правда не дает но но все равно я рада из-за него я помог ему дать надымать источник да я помог открыл герукопа здесь копа здесь выкопал нашел источник благословенный когда другой сын говорит папа и я когда дом купили мы он говорит сколько риэлтор получил ягру столько-то он говорит сколько и когда его цифра удивилась как риэлтор получил он говорит папа я нашел свой источник я нашел свой источник а у нас горячий рынок сан-диего он быстренько выучил поэтому когда вы будете ехать в рай в сан-диего запомните только мой сын источники еще источники когда я падаю перед богом гор божий иди свою милость я ищу источник мне нужен источник когда мне не хватает радости я прихожу к источнику славы источнику радостью у бога множество источников приходите ко мне после меры если почитать в исходе они вышли и куда пришли куда пришли после меры но библия после меры они вышли пошли и пришли и что там было куда куда туда что там было 12 источников и 70 по моему пальм было они пришли 12 источников после горького источника когда ты крест туда положил вода стала сладкой ты пошел дальше и бог тебя приводит 12 источником полнота они пришли к 12 пальма а еще если ты праведник будешь как дерево посажено где-то при источнике листво не вянет господь со мною мне трудно мне трудно что трудно копай ищи источники сегодня после собрания чтобы начали искать новые источники не нужно я нашел один источник там капает ржавая вода ничего страшного нет тебя есть чуть-чуть водички нормально иди ищи новый источник расширяй свои территории занимайся распространяйся вашей церкви нужно свое знание почему потому что это источник будет благословений это будет источник благословений это будет источник благословений знаете один пастор получил откровение купить там какой-то мол он купил огромные деньги там все и люди стали ворчать возмущаться они на него наезжает стали да зачем взяли в церкви нам дальше мухи поналетели яиц своих разложили стали отравлять и пасыр вынужден был уйти проходит время я узнаю что спустя несколько времени а там мол они не молоке на театры там были куча кинзалов кинотеатры они начали сдавать в аренду сдавать аренду и сейчас им со всех этих залов приходит столько денег и если кто слава богу что у нашей церкви есть такой вот много залов мы сдаем в аренду нам напрягаться не надо я подумал интересно а когда кто-то сказал давайте возьмем и было трудное время источник нужно было рыть поклевали его мухи а теперь радуется какие они духовные я говорю слава богу за тех людей которые бросают вызов всегда кто-нибудь хочет утопить вот знаете сколько я не пытался что-то сделать всегда приходит кто-нибудь хочет остановить не получится не сможешь провалишься настоящий друг это не тот который тебя тыкает и говорит ты ничтожество а тот который говорит если ты упадешь я буду рядом если ты провалишься я схвачу тебя за руку если будет плохо ты можешь рассчитывать на меня если тебя погонят я не погоню тебя я буду благословлять тебя вот это настоящая дружба а люди которые не хотят дружить они так заканчивая свое послание у меня еще столько есть про источники даже убога источники жизни жаждущему дам даром от источника воды живой написано в откровении они открывали источники якобы открывал источники но вот заканчивая вот есть две категории людей в церкви и конечно много категории на как бы есть гости есть семья вот скажите когда когда ваш сын вечером не пришел вовремя что вы чувствуете беспокойство есть вы начинаете волноваться когда ваш ребенок задержался вы думаете где он где он что случилось может быть что-то случилось ты начинаешь представлять жуткие картинки да и ты отгоняешь нет-нет-нет господь помилуй и ты ждешь когда же когда же он его тоже смотришь 10 часов нету начинаешь из текстовать звонить нужно в ожидании ты когда он вернется ты хочешь чтобы он вернулся правда вы хотите знаете что вот с гостями совершенно все иначе когда 10 часов вечера и гости все еще сидят с гостями есть две радостные вещи когда они приходят мы рады правда но особенно рады когда они уходят ты дверь закрыл и ты падаешь мы ждем когда ну все уже как-то аминь гости гости ваша собачка сказал что домой хочет да да до свидания да все будьте благословенны всего хорошего а когда когда ребенка твоего нет ты беспокоишься знаешь как семья многие люди приходят церковь как гости смотрю начатом у них новеньком неплохо поет борода длиннее стало да 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 я вижу да да нормально так пойдет ну так пойдет нормально на четыре с плюсом нормально но знаете если ты член семьи ты ни таким оценившим взглядом не смотришь если я член семьи и приходят гости я вижу мусор если вижу какое-то неустройство когда в цель в 1 знаете если ребенок в церкви пинает стену ногой и марки оставляет на стене если ты будешь гость игрушку какой мальчик нехороший и уходишь если ты член семьи уже стоять иди сюда упал отжался ты чё творишь если ты гость ты видишь какой-то неустройство и жених сады и сады ричалами вилки то все разные если ты член семьи ты хочешь сделать получше покрасивее если ты гость ты приходишь с подарком я ваша церковь пришел чатам нужно бросить веду рученью бросить отметьте мне один сказал я горит значит прихожу в церковь я плачу 25 долларов за место я говорю ты чё так что 25 долларов за бедня три человека пришло я 75 кидаю мы женой пришли 50 я горит такая таксо да здесь в америке или чё он это мой тариф он ходит по всем церквям в гости у него тариф такой я грамм 10 на какая 10 здесь нет достойных церквей и он так по гостям ходит член семьи если он теряется все переживать начинают тянуть что случилось если сын становится наркоманом ты пытаешься спасти его защищаешь если кому-то в семье плохо ты пытаешься разобраться эта семья есть церкви где всех гости собрались подарочки оставили и разошлись а есть люди которые которые держат церковь я иногда думал что знаете ну кто-то там пускай что-то делает однажды пришел мне знакомый миллионер в сиэтле американец и он приезжал ко мне в казахстан и игорь приезжай к нашу церковь посмотришь я думаю приду посмотрю со стороны и когда я подошел церкви смотрю он стоит возле дверей там у него 250 сотрудников он сетку за дверей и вот эти штучки подают листовки и балка ашер я знаю что может купить это здание и всем заплатить за работу и потом когда все сели он с ведрами ходил пожертвования когда собирали потом после собрания наблюдал за ним он сейчас пастор я что-то в ресторанте отвезу сейчас мне нужно и прошелся между рядами бумажки собирает и семечки кто-то там рассыпал там они кофе пили он стаканчики пакет скидывал все убрал я стоял и просто смотрел я говорю знаешь у нашего чуть-чуть разбогател второй грузовик купил спина не разгибается пальцы вперед прическа каждый полосок вылезан ну чё тут приветствую вас братья сёстры ты согни чуть-чуть спинку здесь семья быть настоящим это наш дом вот вы знаете никто не будет вам покупать ваше здание вот никто вот поверьте мне даже я я хороший но не буду вам покупать вы есть у себя единственный нет других может быть грубо назвать как из мамам мы одна стая да но мы одна мы мы один рой мы друг за другом готовы умереть я смотрю на эту пчелу которая бросается на меня думая что я хочу убить ее рой я это глупенько ты я помочь пришел она бросается думает я сейчас спасу свою семью я беру и она на меня бросается такая я же тебя убить могу иди домой она защищает свой дом когда кто-то говорит гадости про вашу церковь закроем рот скажи если у нашей церкви есть проблемы это не вашего ума дело это мой дом я защищаю мой дом я буду жалить всех ос и тараканов которые мух который пытается разрушить мой дом это мой дом так хорошо когда мы можем назвать какое-то место домом ты приходишь домой горишь этот мой дом моя семья здесь защищая его это твой источник там это моя жена я буду защищать ее мой наркотик я буду защищать его это моя церковь аминь драгоценные кто ты возможно вы гости мы сюда пришли посмотреть может быть слышали что максим приедет я бросаю вам вызов нужно чтобы у каждого был свой дом это хорошее место чтобы было вашим домом амин пусть бог благословит вас помолимся всемогущий бог благослови 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 этот дом мы молимся тебе господь мы молимся тебе господь я прошу вас давайте поднимем руки господу я хочу благословения я ожидаю благословения господь пускай в каждой семье в каждом доме в каждой каждой семье среди мужей и жен будет благословение будет мир будет благодать благослови 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 господь благослови 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 господь я молю тебя пускай твоя воля высвобождается твоя любовь высвобождается дух твой да будет на этом месте мы смирение и трепете поклоняемся тебе ты бог наш ты сила наша ты крепость наша ты бог живой мы вместе мы одна семья и ты даешь нам источник славы своей источник радости источник спасения источник жизни источник благословение источник будущности мы дети твои благослови господь каждого я благословляю вас именем иисуса христа да прибудет с вами господь да явит славу свою да откроет окна небесные и зальет от духа своего на вас я прошу тебя больше благослови церковь пастора благослови священство всех кто здесь находится боже благослови мы молим и было благословляем церковь благословляем цирки благослови ast наш общаться решается вопрос создания и ходатайству перед тобою можем хататай ствую я верю что ты сделаешь чудо и есть это наше здание пусть она будет нашим и если это здание не машина до пермирует у миншного лучше мы принимаем этот ответ мы славим тебя благослови господь тебе слава тебе честь благослови господь во имя иисуса христа да благословит тебя господь и сохранить да презрит на тебя господь светлым лицом своим и помилует тебя да обратит господь лицо свое на тебя и даст тебе мир скажи мама